Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня хотели бы рассказать о проведенной работе по проекту концепции развития финансового сектора до 2030 года. И, наверное, о некоторых результатах первого квартала или первых месяцев этого года. Но, прежде всего, я хотел сказать, что из макроэкономических показателей инфляция в апреле месяце составила 0,6. Вы помните, в первом квартале инфляция была 3,3. Итого по итогам четырех месяцев 3,9. В годовом измерении это 6,5%. В прошлом году это было за этот же период времени 4,8%. Но, в целом, мы считаем, что не считая определенного всплеска инфляции в феврале, мы возвращаемся к обычным темпам инфляции и планируем, что инфляция в 2014 году будет в коридоре 6-8%. Также хотел сказать, что по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо текущего счета, которое составило 5,5 миллиардов долларов. Для примера скажу, что в прошлом году у нас было по итогам года отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса, которое было минус 118 миллионов долларов. То есть налицо позитивный отклик экономики на проведенную валютную корректировку. Также позитивной цифрой является то, что валовые международные резервы Национального банка превысили 28 миллиардов долларов. Для примера скажу, что в конце 2013 года они превышали 24 миллиарда долларов, в конце 2012 года они как раз были на уровне 28 миллиардов долларов. То есть в целом уровень золотовалютных резервов у нас вернулся к ситуации 2012 года. Это тоже такой рост, который нас в целом радует. Это говорит о том, что макроэкономический баланс в целом восстановлен. Также хотел сказать, что совокупно валовые международные резервы Национального банка и резервы правительства, то есть резервы в Национальном фонде, они впервые превысили историческую цифру, они превысили 101 миллиард долларов США. Вы помните, что глава государства ставил задачу, что совокупные резервы наши международные должны были превысить в ближайшей перспективе 100 миллиардов, вот у нас уже сегодня 101,9 миллиардов долларов. Это тоже говорит о такой макроэкономической устойчивости ситуации в Казахстане. Вот это коротко по макроэкономическим индикаторам. Возвращаясь к задаче утверждения концепции развития финансового сектора до 2030 года, вы знаете, что у нас в целом в стране мы работаем в рамках долгосрочной стратегии до 2050 года, которая утверждена главой государства. Основной задачей этой стратегии является вхождение в число 30 наиболее развитых стран мира. В этой связи, поскольку наиболее развитыми странами мира, как вы знаете, являются представители известных экономик, таких как Соединенные Штаты, европейские экономики, которые вместе входят в клуб организации экономического сотрудничества ОСР, мы также для себя взяли за основу, что основой конкурентоспособности финансового сектора будет соответствие всем тем международным требованиям по финансовому надзору, которые в мире имеются. Вообще концепция развития финансового сектора до 2030 года – это объемный документ, который был подготовлен Национальным банком совместно с правительством. Все государственные органы приняли участие в его разработке. Он был подробно обсужден с Национальной палатой предпринимателей, с Ассоциацией финансистов Казахстана, с крупнейшими, средними и малыми банками в нашей стране и в целом является таким коллективным, наверное, ответом, тем вызовом, которые сегодня стоят перед финансовым сектором Казахстана. Основной задачей, которую мы для себя определили в концепции – это усиление конкурентоспособности финансового сектора Казахстана, а также в связи с тем, что мы с вами за последние, наверное, 10-15 лет наблюдали такие глобальные, наверное, вызовы в виде финансовых глобальных кризисов. Это повышение устойчивости финансового сектора в нашей стране к внешним шокам и снижение, наверное, сдержек от государства по преодолению этих внешних шоков, о чем я и мои коллеги чуть подробнее расскажут. Поскольку документ до 2030 года, он в целом поделен на несколько этапов. Первым этапом является работа органов надзора, Центрального банка страны и банков второго уровня по переходу к требованиям международных институтов. В частности, до 2020 года у нас есть несколько основных трендов. Самым первым является, вы знаете, что заканчиваются переговоры по созданию Евразийского экономического союза и ситуация нашего видения работы в рамках Евразийского таможенного союза. Сегодня это единое экономическое пространство, изложенное в этом документе. В частности, вот одной из договоренностей в рамках нашей евразийской интеграции является создание к 2025 году органов финансового надзора, который будет дислоцироваться, скорее всего, в Алма-Ате. И до этого времени должна проведена огромная работа по гармонизации законодательства в этой сфере. Второе большое направление – это вступление Казахстана в Всемирную торговую организацию, переговоры по этой теме, мы надеемся, что уже завершатся в этом году. И в этой связи в рамках этих переговоров определен переходный период, после которого в соответствии с договоренностями право работать на финансовом рынке Казахстана получат филиалы крупнейших мировых финансовых организаций. Поэтому мы сегодня обсуждаем вопрос, как наши финансовые организации будут конкурировать с представителями таких крупнейших мировых корпораций. Номер три, наверное, такой большой вызов, который стоит перед нами – это то, что после последнего финансового кризиса глобального мировые монетарные власти в целом пересмотрели подходы к рискам и устойчивости банковской системы. В частности, центральная такая организация, есть базальский комитет по банковскому надзору, который предложил пакет мер, который называется в общем базаль-3, предусматривающий определенные изменения и требований к капиталу, к ликвидности, к вопросам работы в банках в условиях контрцикличности и так далее. Поэтому нами был предложен подход, когда начиная с 1 января 2015 года банки начнут переход к требованиям базы ЛА-3. Первые три года в целом условия для банков не изменятся, то есть практически все те же условия, в которых сегодня банки находятся, но уже начиная с 2018 и 2019 годов, то это будут более повышенные требования. И мы планируем, что в целом банки к 1 января 2019 года уже будут готовы и мы будем уже констатировать то, что база ЛА-3 внедрена в Казахстане. Также для страховых организаций аналогичные требования называются пакет Solvency-2, он также будет внедряться. В целом требования к капитализации банков будут повышаться, в том числе и требования к повышению капитализации собственного капитала. Вообще два таких, наверное, больших вызова сегодня стоят перед финансовым сообществом, особенно банковским сообществом. Первый – это вопрос оздоровления банковской системы. Вы знаете, что есть несколько застарелых проблем, которые носят затяжной характер, решения которых до сих пор не завершено. Мы говорим прежде всего о проблемах плохих активов, проблема плохих активов или неработающих кредитов, которые мы планируем в целом для системы разрешить до 1 января 2016 года. В этой связи также вы знаете, что мы совместно с правительством и банками разработали целый пакет мер по изменениям в налоговый кодекс, о которых чуть позже я подробно расскажу вместе с моими коллегами. И также недавно мы подготовили проект концепции по управлению фондом проблемных кредитов. Это специальная организация, которая создана два года назад Национальным банком и в рамках улучшения эффективности ее деятельности также будет принят специальный документ. То есть первый вопрос – это вопросы оздоровления банковской системы. И второй вопрос – это вопросы предоставления долгосрочного фондирования. То есть это те вопросы, которые в последнее время поднимались и активно дискутировались в обществе. В частности, вы знаете, что по поручению главы государства в 2014-2015 году есть его специальное решение, где выделено правительству и Национальному банку до 1 триллиона тенге. Первая программа 100 миллиардов тенге уже в работе. И вот в самое ближайшее время основным оператором является фонд «Байтирек». Будет уже предоставлен соответствующий отчет. Также сегодня начинается деятельность комиссии специальных правоохранительных и проверяющих органов под координацией Национального банка, которая будет проверять деятельность по использованию средств Национального фонда, которые выделяются в рамках 1 триллиона. Также второй вопрос – это вопрос в рамках той легализации денежных средств, которая объявлена также главой государства на встрече с предпринимателями в апреле месяце. Подготовлен правительством соответствующий совместно с Национального банка законопроект, о котором сегодня также мои коллеги из правительства вам расскажут. Но одним из основных новшеств этого законопроекта является право гражданина легализовать свои средства посредством размещения их на счете специальном в банках второго уровня. И одним из таких условий, наверное, размещения этих средств будет то, что граждане будут заинтересованы в том, чтобы в течение среднесрочного периода, пяти лет, например, держать этот депозит в банках, что также увеличивает фондирование долгосрочной банковской системы. И номер три возможность – это вопросы размещения на депозитах в банках средств единого накопительного пенсионного фонда. Мы недавно завершили работу по передаче активов и обязательств от всех частных пенсионных фондов. Единый накопительный пенсионный фонд в общей стоимости активы составили 3,9 триллиона тенге. Мы также в рамках поручения главы государства проработали вопрос концепции использования средств единого накопительного пенсионного фонда и специализированный документ, который называется инвестиционная декларация, по которой будет работать единый накопительный пенсионный фонд. Вы знаете, что фонд принадлежит правительству, передан в управление Национального банку, и средства вкладчиков будут находиться под управлением Национального банка, так же, как находятся средства Национального фонда. И также в концепции очень много вопросов посвящены вопросам развития конкретно банковского страхового секторов, рынка платежных систем, вопросы, те задачи, которые мы перед собой видим. Прежде всего мы видим создание конкурентоспособного финансового сектора, в частности, если говорить конкретно о банковском секторе, то если на сегодняшний день кредиты, размер активов банковской системы по отношению к ненефтяному ВВП составляет 55%, а уровень кредитов к ненефтяному ВВП составляет 55%, а размер активов 64%, то мы предполагаем, что к 2020 году уровень активов к ненефтяному ВВП должен быть не менее 80%, а размер, уровень кредитов к ненефтяному ВВП около 60%. Но если говорить простыми словами, банковский сектор должен оздоровиться, пройти через все вот эти проблемы, которые его окружают, убрать тромб неработающих кредитов и по-настоящему должен включиться в развитие экономики Казахстана и способствовать, содействовать экономическому росту. Напомню для справки, что в 2004-2007 годах вклад банковского сектора в рост ВВП, который в среднем тогда составлял 8%, был на уровне 3%. Вот именно такие задачи мы ставим для себя в концепции развития финансового сектора до 2030 года. В рамках этой концепции будут разработаны также ряд других документов. Мы также планируем, что до мая 2015 года мы разработаем такой документ, который называется «Основные направления денежно-кредитной политики на пятилетнюю перспективу, то есть до 2020 года». Вот вся эта работа проводилась коллегиально, совместно с банками, страховыми организациями, финансовыми другими организациями, совместно с Национальной палатой предпринимателей. И вот недавно мы ее обсудили на Совете экономической политики. И в целом вот у Национального банка и правительства есть единое понимание по этому вопросу. И поэтому в самое ближайшее время мы ее вносим на утверждение главы, эту программу, эту концепцию на утверждение главы государства и впоследствии она будет опубликована. Решите мне на этом, наверное, краткий вот такой экскурс в данный документ закончить. У меня сегодня здесь присутствуют мои коллеги, мои заместители, а также руководители Единого накопительного пенсионного фонда, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. В.Путин Матвеевич, большое спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, представьтесь и задавайте интересующие вас вопросы. Я напомню, что мы сегодня немного ограничены во времени, и попрошу задавать вопросы четко и лаконично. Пожалуйста, первый вопрос представьтесь. Гайзи Савиш, Фойл Ньюс, у меня Кайрат Мятыч, вопрос. Мы в последнее время стали свидетелями ряда сделок слияния поглощений на нашем рынке, где одни банки скупали другие банки. И вот как в среднесрочной перспективе вы видите этот рынок? Может быть, ожидается приход каких-то других игроков после определенной консолидации? В частности, у вас предшественник несколько раз высказал мнение, что количество банков должно быть на рынке меньше, чем оно сейчас. То есть, каким образом рынок видится вами в перспективе нескольких лет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в международной арене много говорится, что касательно санкций международных относительно России, Запад попытается понизить цены на нефть какими-то способами. Каким образом вы прогнозируете, возможно ли это и можно ли спрогнозировать динамику нефтяную на ближайшие годы? Падение нефти или ее рост цен? Спасибо большое. Давайте я начну с первого вопроса. Первый вопрос по поводу дизайна, наверное, банковского сектора. По этому поводу очень много есть дискуссий. В частности, наверное, вы наблюдаете процессы консолидации банковских институтов, в том числе и в соседних странах, вот и в Российской Федерации такие процессы происходят. Эти процессы вызваны тем, что предыдущий глобальный финансовый кризис в целом показал неустойчивость финансовых институтов к внешним шокам. Вы видели и банкротство многих системообразующих банков в тех же Соединенных Штатах Америки, Лемон Бразерс, в той же Великобритании, и государство использовало средства налогоплательщиков достаточно в таких больших количествах для того, чтобы спасать эти банки, как системообразующие, так и средние или малые банки. И вот по результатам размышлений экспертов, экономистов, финансистов и монетарных властей стало то, что в целом монетарные власти и правительства многих стран мира, прежде всего развитых стран, для себя приняли решение, что нужно переходить к другой конфигурации финансовых секторов и банковской системы, когда прежде всего акционеры банков должны нести, или кредиторы банков должны нести все большую ответственность. И в этой связи пересматриваются все требования по поводу дальнейшей работы банков второго уровня. О чем это говорит? Это прежде всего то, что повышаются различные коэффициенты, достаточность капитала, достаточность ликвидности. В некоторых странах повышаются требования к собственному капиталу. Возвращаясь применительно к Казахстану, я думаю, что мы четко видим, что скорее всего это будет два, возможно три системообразующих банка, которые сегодня у нас имеются. Это Халык банк, недавно который также приобрел HSBC. И БТА и Коскоммерсбанк тоже объявили планы о своем объединении. Мы видим, что Альянс Тимир и возможно Фортебанк также будут объединяться. То есть в целом мы видим тенденцию к объединению, то есть рынок консолидируется. С другой стороны мы видим для себя, что будет группа 15-20 средних банков, которые будут занимать достаточно сильные позиции в отдельных отраслевых нишах, будь то ипотека, будь то потребительское кредитование, залоговое, беззалоговое. И в целом вот в этом направлении мы видим, что большая конкуренция предстоит. Предстоит конкуренция, безусловно, внутри всей вот этой структуры, в том числе с дочерними организациями российских банков. Вы знаете, что Сбербанк очень сильные позиции занимает, и Альфа, и ВТБ банки, их дочерние организации в Казахстане также имеют достаточно амбициозные планы. Ну и то, что я говорил, филиалы крупных международных банков, это то, что мы увидим после 2020 года. Но поскольку у нас 38 банков на сегодняшний день, и вот что произойдет с теми банками, которые, скажем, находятся во второй двадцатке казахстанских банков, мы в целом для себя видим, что мы будем повышать требования к собственному капиталу, и это прежде всего отразится на таком важном элементе банковской лицензии, как лицензия на привлечение депозитов населения. Вот если мы возьмем первую двадцатку казахстанских банков, то они, как правило, привлекают около 95% всех депозитов, и в общем-то все кредиты, которые в разных разрезах, отраслевых, временных там выданы, это тоже 95%. То есть на самом деле вот у нас меньше 5% это работа всех остальных двадцати банков. Поэтому мы считаем, что важно, что такой большой элемент доверия населения, а мы сохранили это доверие в течение последних десяти лет к депозитам, потому что депозиты в банках от вклада физических лиц только растут. Узнаете, у нас все время там позитивная тенденция по этому вопросу, то мы считаем, что важно, что те банки, которых акционеры ведут ответственную политику, вкладывают свои собственные средства увеличения капитала, именно им будет доверены средства населения. Те банки, которые не так много денег вкладывают в капитал и, в общем-то, основной риск перевешивают на регулятора, либо там на государство, скорее всего, мы будем такую лицензию не предоставлять по привлечению депозитов, либо они будут преобразовываться в кредитные товарищества, в некой кредитной организации. Но вот такая дискуссия у нас сейчас с банковским сообществом началась, и мы считаем, что справедливо все-таки делить. Основные риски привлечения денег либо государства, либо денег населения должны находиться, фокусироваться в тех институтах, деятельность которых регулятор очень четко для себя понимает. То есть еще раз хотел вернуться, что для нас самое важное это ответственное поведение акционеров. Прежде всего должны исковать акционеры. Что касается второго вопроса, то Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию. Очень много различных экспертных мнений, включая вот те конспирологические теории, о которых вы мне намекаете. Рынок, цены на нефть – такой непредсказуемый, честно говоря, вопрос. Мы видели за последние 10 лет и падение до 40 долларов, и взлет до 150. Поэтому исходя из той динамики, которая была последние 2-3 года, исходя из мнений ведущих аналитических агентств и наших аналитических структур, мы больших колебаний по ценам на нефть пока не видим. Если они будут, безусловно, в связи с этими изменениями будет корректироваться в целом экономическая политика. Вы знаете, у правительства есть соответствующие резервные планы, планы «Б». Национальный банк тоже в целом представляет, что он будет делать в этой связи. Но на сегодняшний день пока таких опасений нет. Большие опасения связаны с возможным усилением режима санкции в отношении нашего крупнейшего торгового партнера Российской Федерации. Вы знаете, что 36% импорта в Казахстан – это продукция российская, 7% казахстанского экспорта идет на российский рынок. Мы видим большой ток капитала и в целом в этом году, скорее всего, будет нулевой экономический рост в России. Для нас, конечно, это не очень хорошее известие, поскольку наши экономики сильно взаимосвязаны. Мы сегодня смотрим, как мы в этой связи будем балансировать экономический рост и темпы инфляции в нашей стране. Спасибо большое. Большое спасибо. Пожалуйста, представьте следующий вопрос. В Ньюс существует мнение экспертов, что консолидация пенсионных активов в единый накопительный пенсионный фонд негативно сказалась на деятельности казахстанской фондовой биржи. Все-таки так ли это или никаких изменений там не произошло? Вы знаете, вот не хочу навязывать свою точку зрения, но мне кажется, когда в 1998 году мы как бы увязали две задачи развития фондового рынка и управления пенсионными активами, на мой взгляд, были допущены, были осуществлены как бы чрезмерные допущения по поводу, оптимистичные по поводу развития фондового рынка. Вот я вам могу сказать, что вот как выглядит сегодня фондовый рынок в Казахстане. Сегодня фондовые биржи где-то в порядке в день 300 миллионов долларов торгуются и где-то на 3 миллиона тенге торгуются бумаг. То есть Национальный банк делает все, чтобы, скажем, укрепить фондовую биржу. Мы в том числе валютные торги, скажем, привнесли в работу фондовые биржи. Что касается самого развития фондового рынка, мы по этому поводу готовим отдельную программу, в том числе связанную с развитием регионального финансового центра города Алматы. Если нужно, я поподробнее чуть позже об этом остановлюсь. Но в целом, мне кажется, большим и важным вопросом, который стоит перед государством и по поручению главы государства и правительства сегодня Национальный банк управляет этими пенсионными активами, является сохранность и приумножение вкладов населения. А если для этого кому-то надо потренироваться, как развивать корпоративное управление в отдельно взятой финансовой структуре, могу сказать, что плоды этих тренировок очень печальные. У нас сегодня на 100 миллиардов в тенге мы обесценение сделали по многим ценным бумагам, которые перешли в наше распоряжение. И в том числе они связаны с инвестициями в так называемые junk bonds или мусорные облигации на русском языке. То есть это те компании, которые сегодня, акционеры, в которых некоторых ищут, а некоторые, в общем, сами признают банкротство своих организаций. То есть что было, на самом деле, какая была модель? Либо банк второго уровня, либо финансовая организация покупала частный пенсионный фонд или брала в управление частный пенсионный фонд. И средства этих пенсионных фондов, то есть средства населения, инвестировала в аффилированные с этим пенсионным фондом или банком структуры. Как правило, результат был негативный. Кроме того, были очень высокие комиссии. Например, там года 3-4 назад в целом комиссии частных пенсионных фондов в совокупности составляли 40 миллиардов тенге. Когда Национальный банк этим занялся совместно с Единым накопительным пенсионным фондом, комиссии были уменьшены в два раза. То есть уже порядка, например, 20 миллиардов тенге. Теперь, что касается управления пенсионными активами, это очень важный и политический, на мой взгляд, вопрос. Во-первых, я хотел напомнить, что у нас существует в соответствии с законодательством гарантия. То есть если частные пенсионные фонды или сегодня это уже единый накопительный пенсионный фонд не показывают доходность выше инфляции, то разницу компенсирует правительство из бюджета, поэтому на уровне инфляции доходность для населения обеспечена. Мы сегодня, как Национальный банк, работаем совместно с правительством над тем, чтобы увеличить эту доходность. Три основных направления, которые мы для себя видим, это работа с государственными ценными бумагами, работа с вкладами в банки второго уровня. Здесь параллельно решается вопрос предоставления долгосрочной ликвидности банкам. И третье, в том числе, это размещение зарубежной инструменты. Такой опыт работы у нас банка есть в связи с управлением Национальным фондом. Мы считаем, что мы значительно увеличим доходность и обеспечим сохранность, безрисковость вкладов будущих пенсионеров. И поэтому мы считаем, что здесь важнейшей задачей является именно управление пенсионными средствами так, чтобы приумножить сохранность и увеличивать их эффективность. Что касается фондового рынка в предыдущей его реинкарнации, я считаю, это была такая большая мышиная возня, чем развитие реального фондового рынка. Развитием реального фондового рынка будет посвящена специальная программа. Мы в настоящее время, это достаточно сложный вопрос во всем мире. Вы видите, сейчас происходит либо слияние, либо разукрупнение многих крупных таких институтов. Вы знаете трудности. Многие институты испытывают такие, как Нью-Йоркская или Лондонская фондовая биржа, поскольку появляются альтернативные площадки. Но вопрос, наверное, сколько ни в развитии площадки инфраструктуры, поэтому показателю Казахстан сегодня даже, скажем, сопоставим с крупнейшими европейскими центрами. А сколько вопрос, кто имитенты на фондовом рынке. И этот вопрос, прежде всего, или пресловутый вопрос голубых фишек, он активно сегодня решается правительством. В частности, уже принято политическое решение по ускорению программы народного IPO. Первой ласточкой был Кастрансойл у нас в предыдущие годы. В этом году правительство ставит задачу, что до конца года КИГОК должен вывести свои акции до 10% минус одна акция в рамках народного IPO. Дальше рассматриваются Самрук Энерго. А в 2016 году впервые, я считаю, рассматриваются действительно акции крупнейшей компании, такой как Казахстан Тимиржулы, Казатампром. Я думаю, что не за горами вопрос, когда правительство рассмотрит возможность народного IPO или глобального IPO такой компании, как Казмун и ГАЗ. Когда голубые фишки станут уже такой реальностью и население будет иметь возможность, кроме депозитов в банках второго уровня, вкладывать в такую ценную бумагу, как акция крупнейшей национальной компании, я думаю, вот с этого момента и начнется реальное развитие фондового рынка. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. Вопрос из Караганды можно задать? Пожалуйста, вопрос региона. Вопрос к председателю Нацбанка. Не спровоцирует ли хранение денег Единого пенсионного фонда рост ставок по депозитам для населения? Спасибо. Не спровоцирует что? Может повторить? Рост цен на товары? Рост ставок по кредитам. Рост ставок по депозитам, которые банки выдают населению. Хороший вопрос, спасибо большое. Значит, мы, ну вы знаете, что на сегодняшний день у нас существует система КФГД, то есть это фонд, казахстанский фонд гарантирования депозитов, в рамках которых мы придерживаемся определенных правил. В частности, одно из таких правил это то, что рекомендуемая ставка национальным банкам для того, чтобы наши банки в целом принимали депозиты и не разгонялись ставки. Вот о чем был задан вопрос. Сегодня в национальной валюте тенге не выше 10%, и поскольку и была повышена она недавно с 9 до 10, и рекомендуемая ставка для долларов это 4%, она была поднижена с 4,5 до 4%. То есть мы в целом стимулируем вкладчиков, чтобы они больше хранили деньги в тенге. Понятно, что после валютной корректировки определенный отток в депозиты, номинированные в долларах, произошел. Это мы наблюдали и во время предыдущей валютной корректировки в 2009 году, но в целом ставки, которые на уровне у нас 10,4. Безусловно, некоторые банки все равно иногда балуются более, скажем, повышенными ставками, различная есть реклама, не всегда она, на мой взгляд, добросовестная. Чем как бы солиднее финансовый институт, тем он, скажем, старается принять депозиты по меньшим ставкам. Теперь возвращаясь уже непосредственно к вопросу, когда мы будем размещать, одно из возможностей размещений будет, это вклады в банки второго уровня. Безусловно, это будет делаться на открытой конкурсной основе, будет, скажем, определенная конкуренция по ставкам. Правила игры мы сегодня отрабатываем с банковским сообществом, но мы считаем, что в целом банки прекрасно понимают, что такая конкуренция не будет доводиться до абсурда. То есть в тех пределах, примерно, в каких мы находимся, мы и будем находиться. Но, тем не менее, мы будем выбирать тот банк, который предоставит лучшие рыночные условия. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Ваш вопрос. Джамиля? Вопрос просто не спровоцирует, я хотел прямо ответить, не спровоцирует. Спасибо. Пожалуйста, Ваш вопрос. Газета «Мегаполис» Джамиля Каримова. Расскажите, пожалуйста, легализованный капитал, каким образом он будет вообще участвовать в экономике страны? Какие-то, может быть, есть инструменты или механизмы для этого? Да, Вы знаете, что в настоящее время, буквально в ближайшие дни правительство внесет соответствующий законопроект в парламент, сутью которого является в целом, что на определенный период, в ближайшее время, в следующем году население будет возможность легализовать денежные средства, которые у него находятся. Но мы для себя видим две таких, прежде всего, возможности. Это первая и, наверное, самая главная форма – это размещение тех средств, которые планируются легализовать на депозитах в банках второго уровня. По обычной практике, то есть те же ставки, которые сегодня в банках есть, они будут сохранены. Что это дает вкладчику? Это будут специальные сберегательные счета для вкладчиков, наличие которого подразумевает, что вот эти средства находятся под защитой действия данного закона. То есть по ним не будет вопросов по поводу происхождения этих средств, за исключением тех норм, которые в законодательстве очень подробно описаны. И на наш взгляд, также есть такое видение, что эти средства должны находиться в течение пяти лет на этом депозите. Таким образом, наши банки получат вклады населения дополнительные, а поскольку мы предполагаем, что вот прошлая легализация нами оценивалась в рамках общей ее экономической итог – 6-8 миллиардов долларов, в целом было легализовано средств, то мы видим, что если даже на этом уровне мы привлечем средства населения, то это значительная существенная база фондирования наших банков. Если в течение пяти лет вкладчик захочет снять депозит из банка, то есть две возможности. Если он при этом вкладывает в государственные ценные бумаги в рамках народного IPO, в бумаги квази-государственного сектора, либо в любые ценные бумаги, которые листингованы на казахстанской фондовой бирже, то это тоже поощряется. Если вкладчик просто снимает средства с депозита, то он будет выплачивать 10-процентный сбор в пользу бюджета Республики Казахстан. В целом такие подходы. Мы считаем, что с обеих сторон, то есть стимулируется с одной стороны и предоставление долгосрочного фондирования финансовому сектору, а с другой стороны и развитие тоже фондового рынка, в том числе через покупку и поддержку программ народного IPO или любых других программ развития фондового рынка. Большое спасибо. Пожалуйста. Западно-Казахстанская область. Хотелось забавить вопрос. Каким образом в рамках новой концепции развития финансового сектора планируется повысить конкурентную способность финансового сектора, если увеличение размера минимального уставного капитала приведет к сокращению числа банков второго уровня? Большое спасибо. Спасибо большое. Вот, наверное, этот вопрос тоже будет очень активно обсуждаться в обществе. Мы здесь хотели очень четко расставить точки на «и». У нас сегодня 38 банков. Из них, вот в целом, их можно разделить на три части. Это первое – системообразующие банки, второе – это средние банки и третий вопрос – это, ну, как бы назовем их малые банки. Вот вы помните, что системообразующих банков у нас было 4-5, до кризиса. Это у нас был Народный, Каскоммерсбанк, Альянсбанк, БТА, АТФ в какой-то степени, да, там по каким-то показателям. И последний кризис показал, что мы два из четырех крупнейших системообразующих банка чуть не потеряли. В связи с тем, что вопросы корпоративного управления, вопросы риск-менеджмента, вопросы работы с аффилированными лицами, вопросы конфликта интересов, вопросы разделения полномочий между акционерами, советами директоров и правлением были решены неправильно в целом. Результатом всего этого стал и вызванный внешними обстоятельствами, но в том числе внутренний кризис банковской системы, последствием которого до сегодняшнего дня, ну, первое последствие было то, что государство вынуждено было вмешаться, в том числе используя средства национального фонда для спасения этих банков. Основной задачей государства всегда является то, что для населения банки это институт государства, что ли, и даже будучи частными, всегда население рассчитывает, что их депозиты, благодаря той гарантии, которую государство предоставляет, всегда будут сохранены, поэтому государство всегда выбирает политику спасения крупных финансовых структур. И на сегодня мы имеем, что системообразующих банков осталось всего два, да, это Халыкбанк в полной мере, и в той или иной степени это будет новый институт, если сольются там Каскоммерсбанк и БТА, а по другим институтам, конечно, идет работа по восстановлению капитала. Тогда очень большой вопрос, а вторым следствием вот этого кризиса было то, что у нас есть уровень неработающих активов. Неработающие кредиты, это кредиты, по которым после определенного времени перестают поступать платежи в банк. То есть заемщик не является платежеспособным, он или исчезает, или просто у него нет денег, или проект не работает, или что-то недостроено, но в любом раскладе для банка это плохая новость, потому что он не получает деньги по выданному кредиту. Вот таких плохих кредитов за последние годы в экономике банковском секторе Казахстана у нас на, по-моему, свыше 4,5 триллионов тенге, а это 30%. То есть треть кредитного портфеля банков второго уровня – это кредиты, которые надо списывать. И вот по этому поводу мы сейчас ведем большую работу. Прежде всего, через два года те банки, которые не спишут эти кредиты, мы будем отзывать у них лицензию. Значит, те до уровня 10% от кредитного портфеля. Мы предоставляем налоговые льготы беспрецедентные. И кроме того, будет работа фонда проблемных кредитов, который будет выкупать эти проблемные кредиты с дисконтом или по какой-то там другой утвержденной схеме. Вот пока мы эту работу не проведем, говорить о какой-то конкурентоспособности нашего банковского сектора не приходится. В совокупных активах банков таможенного союза стран казахстанские банки занимают 5%. Крупнейшие совокупные активы первой двадцатки российских банков в среднем составляют на один банк 61 миллиард долларов. А первой шестерки банков, а первого банка Сбербанка например, вообще 600 миллиардов долларов. Совокупный актив казахстанских банков первых там 5-11 миллиардов долларов. То есть, когда мы говорим о конкурентоспособности, мы прежде всего должны быть готовы к тому, что мы выдержим конкуренцию со странами, хотя бы банками дочерними стран таможенного союза. Я уже не говорю про филиалы крупнейших мировых финансовых организаций. Поэтому прежде всего это работа по оздоровлению банков. Вот эта работа будет проводиться. Вторая работа, когда маленькие банки, которых во второй двадцатке находятся, говорят, мы участвуем в конкуренции, вы как бы будете зажимать конкуренцию. Эти банки не участвуют ни в какой конкуренции. Я уже говорил, по всем видам привлечения депозитов, предоставления кредитов, они у нас не больше 5%. То есть это статистическая ошибка вообще на уровне. Поэтому мы не хотели бы говорить о том, что мы будем стимулировать закрывать эти банки или сокращать рабочие места. Нет, они в той или иной форме продолжат работу. Просто вопрос в том, что они не могут быть в том же статусе привлечения депозитов населения или привлечения депозитов от квази-государственного сектора Казахстана. Поэтому мы считаем, что будет очень сильная конкуренция между оздоровленными банками системообразующими и группой средних банков, 15-20 банков, а у нас есть дочерние организации России, банков Российской Федерации, банков Китая. Это прежде всего между ними развернется основная конкуренция. Что касается других, пока банков иностранных, то как правило они в последние годы уходили из казахстанского финансового сектора, поскольку у них свои есть трудности, у них в целом идет сокращение своих глобальных сетей, это больше даже не к нам вопрос, а их собственный внутренний вопрос. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, Ваш вопрос. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Продолжение следует... 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 которые будут связаны по кредиту, не должны превышать 50% от доходов. Может быть, здесь при анализе таких вопросов у банка возникли сомнения, что этот человек может вернуть. То есть это можно разобраться, но глобально вот так. Каков-то системный подход. Вы знаете, 100 тысяч тенге, если это дается на полгода, и обычно у них ставки, мы регулируем ставку, у нас есть требования не превышать, но если это, смотрите, 50%, то ему нужно вернуть 25 тысяч в течение полугода. И при этом 100 тысяч, то есть 125 тысяч – это серьезная сумма на самом деле. Так, вот Кладбакерич сказал, что в целом, конечно, требования усиливаются по отношению. И наоборот, когда основная задача банка, все считают, что это предоставлять кредиты. Второй важнейшей задачей является не предоставлять кредиты тем, кто их там не вернет. Но это как бы подходы в общем. Поскольку вопрос социальный, вы сказали, мы давайте внимательно изучим и конкретно на него ответим. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы работаем уже час. Карат Нематович, как мы поступим? Еще два вопроса? Хорошо, пожалуйста. Карат Нематович, Инна Ркотскина, информационная агентство закон КИЗ. Депутаты мажориста парламента озвучили в критику в адрес работы Единого национального пенсионного фонда непрозрачности работы. То есть то, что не каждый человек сейчас может. Вот я, например, до сих пор не получила. Что у меня на счету, как. А в каком фонде вы раньше были? Я была в Капитале. Ага, хорошо. И люди получают, там получается, что у них за минусом накопления идут за минусом. Как вы отреагировали и что вы вообще по этому поводу можете ответить? Мы на критику всегда реагируем положительно. Сейчас, если серьезно говорить, что у нас в 2013 и 2014 году происходило. У нас было 9 частных пенсионных фондов. Вот я не случайно спросил, в каком были вы фонде. По-моему, мы его в прошлом году передавали. И вы должны были по итогам прошлого года получить, соответственно, мы там проверим, давайте и вашу конкретно можем историю проверить. Действительно, если до этого практически 10 лет работала другая система, когда 9 частных пенсионных фондов и один государственный имели разные свои сети обслуживания населения, то в очень короткие сроки нам было поручено перевести все активы и обязательства. Эта работа завершена. Самое главное, что мы хотели заверить население Казахстана, что все средства в целости и сохранности переданы, они сегодня уже управляются Национальным банком. Что касается предоставления данных, действительно такой был вопрос поставлен, поскольку ЕНПФ в целом был создан на базе Государственного накопительного пенсионного фонда, у которого, наверное, не везде была такая сеть, такая, какая была у некоторых других частных пенсионных фондов. И недавно мы на правительстве, по результатам обсуждения из фракции партии Нур-Утан, и в парламенте, и в правительстве, мы провели ряд обсуждений и пришли к следующему выводу. Если раньше сеть единого накопительного пенсионного фонда мы представляли только как центральный аппарат ЕНПФ, филиалы на местах и также центры обслуживания населения специальные, вот именно ЕНПФ, то сегодня мы подключаемся ко всей государственной системе обслуживания населения. То есть мы подключаемся к центрам обслуживания населения правительства в ближайшее время, мы подключаемся к порталу электронного правительства ЕГАУМЕН, мы подключаемся к системе, государственной системе, государственной базе данных физических лиц. Мы также просим подключиться акционерное общество Каспочта на рыночной основе к фонду Самрук Казына. То есть в самое ближайшее время охват у нас будет перекрестный по всей территории Казахстана. И в рамках законодательства вы должны получить состояние своего пенсионного счета один раз в году. Есть две формы, для наиболее продвинутых, наверное, для, скажем, продвинутых в плане работы с электронными средствами, мы будем предоставлять это посредством, через базы данных. А те люди, которые предпочитают увидеть их, как правило, в напечатанном виде, в виде конвертов, до конца года все вкладчики такое получат. Это под специальным контролем правительства и Национального банка находится. Поэтому этот вопрос в самое ближайшее время найдет разрешение в виде специальных решений правительства и Национального банка. Поэтому просьба вам не беспокоиться. Самое главное, ваши средства сохранены, и они дальше приумножаются, и они находятся под контролем государства. А что касается того, что люди получили выписки, те, кто там за минусом шли суммы? Ну, давайте мы отдельно разберемся, что за выписки они получили. Вот выписки они должны были получать состояние их счета по прошлому году плюс инвестиционный доход. То есть сегодня, наверное, не все получили справку об инвестиционном доходе, если это предоставлял ГЦВП. Мы по прошлому году по тем фондам, которые присоединены были, закончили работу по оповещению. В этом году большая часть, то есть 40% мы в прошлом году присоединены, и 60% в этом. Это крупнейшие были фонды, такие как Улару МИД, Грантум и Пенсионный фонд Народного банка. И вот для этих вкладчиков мы до конца года основную работу завершим. К тому ничего не потерялось, и просьба не беспокоиться. Большое спасибо. И второй заключительный вопрос. Можно я задам? Задавайте. Последний вопрос. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.